Привет, друзья! Скоро Новый Год, а это время дарить и получать подарки. И в этом видео я расскажу вам о лучших вариантах подарков для тех, у кого есть автомобиль. Мы рассмотрим крайне полезный сканер ошибок, достойные варианты видеорегистраторов, современные гибриды и радар, а также мега-полезный джамп-стартер. И начнём мы как раз с него. За эти годы я тестировал огромное количество устройств, и самым удобным и качественным, на мой взгляд, оказался Baseo Super Energy на 20 000 мАч. Производитель уверяет, что 1000 А хватит для запуска 6-литрового бензинового движка или дизельного на 3,5 литра, а стоком в 2000 А рассчитывайте на запуск 8-литрового бензинового и 4-литрового дизельного. Вот это я понимаю размах. А в процессе съёмки обзора я даже успел совершенно случайно прикурить напрочь замёрзших ребят. Этот момент даже есть в моём обзоре. Кроме самого пускового устройства, в комплекте вы найдёте кабель Type-C для его зарядки, провода краба для прикуривания автомобиля и инструкции с гарантийным талоном. Внешне устройство имеет форму автомобиля с фонарями в виде фар, в которых установлены 4 диода, горящие ярким светом. Фонарик действительно яркий и имеет несколько режимов работы. Кстати, в нём также есть защита от обратной полярности. При правильном подключении загорается зелёный светодиод и раздаётся звуковой сигнал. А в случае нарушения полярности загорается красный светодиод с характерным звуком. И данный гаджет действительно необходим людям, живущих в умеренном климатическом поясе. Стоимость устройства вполне адекватна и на разных сайтах составляет от 5 до 8 тысяч рублей. Ну а актуальные ссылки я всё же прикреплю, выбирайте и покупайте, если надо. Следующим полезным подарком будет сканер ошибок. Это Rokodil Scan X-Max. С помощью него вы сможете считать все ошибки в вашем автомобиле и сбросить их, а также проверить заряд аккумулятора и многое другое. Принцип работы простой, но думаю озвучу. Находим OBD разъём, выключаем зажигание, подключаемся и уже потом включаем зажигание и заводим автомобиль. После чего и проводим необходимую диагностику. А сканер автоматически выберет подходящий протокол связи и считает текущие данные с электронного блока управления. Так что на вашем автомобиле вы точно можете сбросить давно надоевший чек и не нужно будет ехать в сервис. И после успешного стирания кодов неисправности на экране появится сообщение об успешном выполнении операции. Также кроме сброса ошибок можно провести комплексную диагностику узлов и агрегатов автомобиля и узнать возможные причины неполадок. Устройство имеет собственный экран, управление кнопками, никакое Wi-Fi соединение не потребуется, а вся информация на экране будет в режиме реального времени. В комплекте со сканером также идут крокодилы для теста аккумулятора. Выбирайте необходимые настройки, тип аккумулятора и смотрите насколько он жив, требует ли замены и даже какой график напряжения. Главное перед покупкой не забудьте уточнить, подходит ли ваш автомобиль для этого сканера. Стоимость чуть более 5000 рублей на маркетплейсах, большой обзор также есть у меня на канале, будь то интересно, заглядывайте. Следом отличным подарком будет радар-детектор, и сейчас самым мощным радаром на рынке является iBox Pulsar. На него на канале у меня уже был и обзор, и тест, и этот рупорник заслуживает быть лучшим. Тут вам и очень хорошая комплектация, если сравнивать с конкурентами, и качество сборки на высшем уровне. Сложными техническими моментами здесь оперировать не буду, скажу лишь, что рупорный радар-детектор сигнатуры это всегда очень хорошо. С помощью него вы точно избавите себя от лишних штрафов, а все предупреждения будут заблаговременными, и по базе GPS, и по сигнатуре. Главное не забывать вовремя обновлять устройство, тем более там есть Wi-Fi, и делать это удобно. И как я думаю, если уж делать подарки себе или своим близким, то делать их качественными. И это как раз про Pulsar. Стоимость чуть менее 15 тысяч рублей, но с такими показателями, как у этого радар-детектора, эта штука окупит себя очень быстро, поэтому рекомендую ознакомиться. Следом полезным подарком, на мой взгляд, будет видеорегистратор, и не абы какой, а качественный, и с хорошим 4К разрешением. Это точно 70MI A810. В видеорегистраторе установлен большой 3-дюймовый IPS-экран с разрешением 640 на 360 точек. Углы обзора максимальные, и выводимые изображения видны из любой точки салона. На борту также присутствует Wi-Fi для удобного обновления. Да, есть несколько косячков в плане корректности работы блокировки файлов по нажатию, но обещают исправить. В целом вы получите шикарное изображение примерно за 12 тысяч рублей, и точно не пожалеете после покупки. 70MI давно пользуется популярностью на нашем рынке, но есть одно но, и это гарантия. Если будете заказывать из Китая, дешевле, но гарантию нормальную вы не получите. В таком случае можете также рассмотреть iBox. У них даже цифровая гарантия бывает, что крайне удобно, так как чеков хранить не нужно, и все в электронном виде, причем гарантия на 3 года. Но тут я порекомендую вам не обычный видеорегистратор, а устройство с возможностью предупреждения о камерах посредством GPS. Это как бы детекторная минималка, хотя так говорить неправильно. В общем, знать вы о камерах будете, но это будет работать не по сигнатуре, не по излучениям, а просто по базе GPS. Снимает также отлично в 4К разрешении, причем есть выбор, хотите подешевле, берите без 4К, хотите подороже, вот вам и 4К разрешение. Из критичных отличий от 70MI, возможность поворота в любую сторону и быстросъемное магнитное крепление. Wi-Fi на борту также имеется, вместе с удобным мобильным приложением. Добавьте туда полную поддержку, соответственно русское меню и даже поддержку второй камеры, если вы ее купите отдельно. При этом стоимость крайне адекватная, по акции можно ухватить 4К версию около 10 тысяч рублей, а не 4К, конечно, дешевле. Ну, как-то так. Надеюсь, этот список устройств облегчил вам муки выбора подарка для себя или ваших близких. А это видео в целом оказалось для вас полезным. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного. Вы были на канале Про Гаджеты. До скорых встреч.